Высшая школа образования Самарской области в числе первых в стране в объединенном и техническом университетах, что называется, сверили часы перед первым сентября. Первый, напомню прочно, закрепился в топ-15 ведущих вузов страны, второй стал опорным. В обоих учебных заведениях ставят амбициозные задачи и входят в учебный год с большими планами. Подробности далее. Единственный вуз в мире, у которого есть своя группировка спутников на орбите, самарский за запуском ракеты-носителя «Союз» Космодром Восточный наблюдала вся страна и лично президент. На борту университетские разработки. Данные с учебных спутников уже используются. Есть интерес к АЭС-102Д у Китая, Шри-Ланки и Мексики. Также в знаковых проектах объединенного вуза разработка двигателей СНК «Кузнецов» и совместный проект с металлистом по опреснению морской воды. Сотрудничает вуз и с научными лабораториями. Мы получили золотой сертификат или золотую карту АДЭ. Это единственный из всех вузов России. В фериале ВИАМ организована и начала работать лаборатория по антикоррозионной защите конструкции материалов. Продвинулся вузы по научным публикациям. В три раза чаще стали появляться имена самарских ученых в международных изданиях. Усиленный научный блок благодаря появлению в Айракосе, Мехмата и Гуманитарии. Самая большая в стране библиотека и востребованные специалисты. Трудоустройство выпускников почти 100%. Вуз может стать базовым для многих госкорпораций, таких как Росатом и ОДК. Не важно у ребенка эти возможности. Мы здесь точно можем прорваться и стать абсолютно негидерами. И как этот американец сказал, что самарский вуз в какой-то регуляции может стать первым вузом в стране. Задача войти в мировую сотню. Конкуренция очень высокая. Чтобы студенты побеждали на международных олимпиадах, их нужно готовить уже со школьной скамьи. 1 сентября в регионе открывается Центр одаренных детей. Об этом речь идет и на встрече с Педагогическим советом Самарского технического университета. Опорного вуза. Задача стоит такая, чтобы мы для этого делаем этот Центр одаренных детей. Для того, чтобы с 8 класса, может с 5 класса, но в моем министерстве будет работать с 5 класса, отбирать детишек со склонностями соответствующими и их вести. И таких мы должны в год 250-300 по этим специальностям их доводить до конца с этими ребятишками. Целая система работы такой, что работают с ними в основном вузы. Вузы, не школа. Если мы этим не будем заниматься, не будем заниматься. Я сразу хочу сказать, конечно, на таланты будем терять. Еще одна важная задача вузов – поддержать высокую планку вступительных испытаний балла по ЕГЭ. 5,5 тысяч студентов. Из них почти половина зачислены на бюджет политех. 7% из них – золотые медалисты. Остальные – тоже на бюджет, но уже самарского архитектурно-строительного. Пока объединение вузов в процессе, приемную кампанию проводили отдельно. Она, к слову, еще продолжается. Ректор подчеркнул, более 400 студентов заявили желание учиться в междисциплинарных группах. Из них будет выбрано только сотня лучших. Идет работа над новыми проектами. Один из них – 3D-печать объектов для лунных баз. Также опорный вуз участвует в подготовке специалистов оборонно-промышленного комплекса. Мы стали тем вузом, который может поставить себе задачи, как опорный, формирование регионального общества. Студенты у нас хорошие, их много. И мы с вами на этом основании твердо смотрим в будущее и знаем, что нам есть с кем работать, над чем работать. Безусловно, необходимо налаживать работу с талантливой молодежью. В завершение заседания Совета Николай Иванович Меркушкин вручил преподавателям областные награды. Принимая эту награду, оцениваем ее как высокую оценку нашего труда и всех ученых объединенного теперь Самарского государственного технического университета. Опорный вуз, как и Самарский национальный исследовательский университет отметили почетным знаком. Куйбышев – запасная столица. Татьяна Пудова, Алена Алешина, Вячеслав Потоцкий, Андрей Евдеев. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова